В июле 1942 года началась одна из важнейших стратегических операций Великой Отечественной войне – битва за Кавказ, которая длилась до 9 октября 1943 года. Ожесточенные бои шли на территории многих городов Северного Кавказа и Закавказья. Оккупировав эти территории, вооруженные силы нацистской Германии, Румынии и Словакии планировали взять контроль над нефтяными месторождениями, что позволило бы им обеспечить технику топливом и продолжить захватывать новые территории. Битва за Кавказ по своему масштабу и значению ничем не уступает самым значимым битвам Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в частности. В ней участвовало очень много людей с одной и с другой сторон. И советские войска одержали верх в этом непростом сражении. И с недавнего времени эта битва отмечается как памятная дата указом главы государства Владимира Владимировича Путина. С прошлого года, 9 октября, день разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, является официальным государственным праздником. Для нашего народа битва за Кавказ примечательна не только тем, что Кавказ это наш дом и родина, и защищать их считалось за честь, но и тем, что это была одной из стратегических операций. И важнейшие в ней были бои за Молгобег, которые шли с переменным успехом. И свой последний приют на Терском хребте нашли не только многие наши земляки, но и представители других народов. В 1942 году, вопреки ожиданиям, немецкое руководство решило, что им нужны запасы нефти для того, чтобы оснастить свою армию горючим и воевать на два, а то и больше фронтов. Благодаря мужеству наших бойцов, в том числе и по Молгобегскому направлению, враг не смог добраться до углеводородных месторождений. И именно благодаря этому наш город Молгобег, тоже нефтяной город, удостоился звания города воинской славы. В ходе битвы за Кавказ немцы захватывали город за городом. 3 августа пал Ворошиловск, 7-го – Армавир, 10-го – Майкоп, 12-го августа – Моздок. 11 сентября была захвачена большая часть Новороссийска. И только к концу сентября 1942-го немецкое наступление было остановлено в районе Молгобега. Так воевать под Ростов отправился и Туган Мальсага, основатель Ингурского краеведческого музея. С 1942 по 1943 года его боевой путь включал в себя оборону Ростова и участие в боях на дальних подступах к Сталинграду. В 1943 году он получил тяжелое осколочное ранение, из него вытащились 27 осколков, и он стал инвалидом второй группы. Примечательно то, что он не был военно обязан, как один из руководителей партии в нашем регионе. Но, несмотря на это, он добровольно пошел вместе с своими боевыми и партийными товарищами. Туган Мальсагов был удостоен ордена Красной Звезды, медали за отвагу и многих других боевых наград. После демобилизации он стал собирать материал об участниках войны. Уже традиционной годовщине окончания битвы за Кавказ в музее имени Мальсагова проходит книжно-эллистурированная и документальная выставка, где вниманию зрителя представляется богатый исторический материал о самом сражении и ее участниках. В нашей экспозиции есть несколько стендов, посвященных битве за Кавказ. Это стенд «Защитники Кавказа» и два стенда, посвященные Малгобеку. Это очная и интернет-выставка, потому как она будет доступна и в нашем музее, и в интернет-пространстве на сайте и аккаунте нашего учреждения. Хочется отметить то, что она очень информативная, есть много книжек, посвященных Малгобеку, есть фотографии участников. И также стоит отметить то, что несмотря на саму выставку, очень многое в нашем зале связано с Малгобеком и Кавказом. Кроме стендов с фотографиями участников войны, в зале Великой Отечественной войны музея собраны исторические артефакты. Это снаряды, каски, солдат, фрагменты орудий, патроны, гранаты, макеты боевой техники, кители ветеранов и многое другое. Историю Великой Отечественной войны нельзя забыть или перечеркнуть. А каждая из битв, где погибали люди, немало наших соотечественников – это память, которую необходимо бережно хранить и передавать следующему поколению. Субтитры создавал DimaTorzok